МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А почему бы и нет? Обама может стать президентом Франции? Федеральный канцлер Ангела Меркель осудила жестокое убийство немецкого гражданина на Филиппинах. Это отвратительно и бесчеловечно, заявил представитель канцлера Штефен Зайберт. Министерство иностранных дел Германии также выразило свою обеспокоенность в связи с публичной казнью немецкого заложника, назвав преступление варварским и невероятно жестоким. Напомним, на Филиппинах террористы обезглавили гражданина Германии. Видеокадры казни выложили в интернете. Речь идет о 70-летнем путешественнике Юргене Густаве Кантнере. Его вместе с подругой Сабриной похитили боевики группировки Абусаяф филиппинского крыла исламского государства. Сабрина быстро скончалась от полученных ран. За жизнь Кантнера террористы объявили выкуп 30 миллионов филиппинских ПЭСа. Это порядка полумиллиона евро. Стоит отметить, это не первый выкуп, который просили за Кантнера. В 2008-м, когда его захватили сомалийские пираты, он обошелся германским властям в кругленькую сумму. Сейчас правительство ФРГ не комментирует, велись ли переговоры с филиппинскими боевиками. В то же время власти Филиппин за несколько дней до истечения срока ультиматума начали спасательную операцию, а за несколько часов до казни провели бомбардировку возможных баз террористов. Как пишет агентство Associated Press, на кадрах видно, как в последние секунды жизни Кантнер сидел на земле и произнес «Сейчас он меня убьет». После этого ему отрубили голову. Правда это или нет, еще предстоит проверить. До сих пор убийц гражданина Германии так и не задержали. В Германии резко осудили арест немецкого журналиста издания Die Welt в Турции. Немецкие правозащитники и политики назвали лишение Дениза Юджеля свободы неадекватным и несоразмерным ответом на статью, содержавшую критику турецких властей. Вице-канцлер Германии глава МИД Зигмар Габриэль также отметил, что для германско-турецких отношений настали тяжелые времена. Германия обеспокоена тем, что немецкого журналиста Дениза Юджеля полиция допросила лишь через две недели после задержания. Мы уверены, что нет никаких причин, чтобы лишать его свободы так надолго. Он пошел в полицию по собственной воле и, по нашему мнению, его держат там слишком долго. Мы надеемся, что свобода слова и прессы восторжествуют и господина Юджеля отпустят как можно скорее. Накануне суд в Стамбуле удовлетворил запрос прокуратуры на арест Юджеля, имеющего гражданство Германии и Турции. Турецкие власти подозревают его в членстве в террористической организации, распространении пропаганды и злоупотреблении в использовании информации. По турецким законам Дениза Юджеля могут держать в СИЗО до пяти лет. Нашего друга и журналиста Дивелл Дениза Юджеля арестовали по решению суда и отправили в тюрьму. Обвинение прокурора базируется на статьях, твитах и шутках журналиста. После неудачной попытки госпереворота в Турции летом прошлого года, турецкие власти задержали тысячи людей по подозрению в поддержке предполагаемого организатора путча, исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. По разным данным, за решеткой в Турции оказались до полутора сотни сотрудников СМИ. Анкара это отрицает. Небольшой самолет потерпел крушение в городе Риверсайт, штат Калифорния, в 80 километрах к востоку от Лос-Анджелеса. Судно рухнуло прямо на жилые дома, начался сильнейший пожар. Одно здание полностью разрушено, два других повреждены. По данным властей, на борту Cessna 310 находились пять человек, двое взрослых и трое подростков. Семья возвращалась с соревнований по чирлидингу. По предварительным данным, четверо погибли, один человек выжил. Пострадали некоторые жильцы домов, на которые рухнул самолет. Судьба еще нескольких людей остается неизвестной. Спасатели продолжают разбирать завалы. Самолет разбился вскоре после вылета из муниципального аэропорта Риверсайда. Борт направлялся на север, в Сан-Хосе. Обстоятельства катастрофы расследует Национальное управление безопасности перевозок. Ракетный фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота России вышел в понедельник из Севастопольской бухты в очередной поход к берегам Сирии. Он войдет в состав российской военно-морской группировки, находящейся в Восточном Средиземноморье. Корабль вернулся из аналогичного похода в декабре прошлого года. Как сообщало Министерство обороны России, он наносил удары крылатыми ракетами «Калибр» по объектам запрещенных экстремистских группировок «Исламское государство» и «Джебхат Ан-Нусра». В конце декабря он участвовал в поисковой операции в районе крушения пассажирского самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию. Григорович относится к числу новейших кораблей ВМФ России. Он спущен на воду в 2014 году. Стадион «Зенит-Арена» и его выдвижное поле будут готовы к лету, когда здесь пройдут некоторые матчи Кубка Конфедераций генеральной репетиции Чемпионата мира по футболу 2018 года. К такому выводу пришла инспекция FIFA, посетившая стадион в понедельник. Ранее возникали опасения по поводу безопасности мобильного поля. Предыдущая инспекция в октябре выяснила, что поверхность газона вибрирует из-за нарушений стабилизации. Увиденное в целом удовлетворило футбольных чиновников, заявил директор FIFA по соревнованиям Колин Смит. Предстоит еще проделать большую работу, но администрация стадиона, власти города, оргкомитет и мы сами чувствуем, что находимся на верном пути. Будем вместе следить за тем, как наносятся последние штрихи. Хорошее впечатление осталось и у бывшего капитана Барселоны Карлеса Пуйоля. Мне особенно понравилось, что с любой точки открывается прекрасный обзор поля. Я спустился на газон, постоял на нем и представил себе, как выглядит заполненный зрителями стадион. Тут же захотелось схватить мяч и поиграть. Строительство арены началось в 2007 году и сопровождалось многочисленными проблемами. Стоимость проекта выросла в несколько раз. Помимо вибрации газона, возникали сложности с тележками и домкратами, которые управляют выдвижным полем. Власти Санкт-Петербурга заявляют, что все неполадки будут устранены вовремя. Четверо друзей парижан не так давно обсуждали за пивом ход избирательной кампании во Франции. Они сошлись во мнении, что их не устраивает ни один из ведущих кандидатов. Будь то лидер ультраправого народного фронта Марин Ле Пен, республиканец Франсуа Фийон или независимый Эммануэль Макрон. Имя Барака Обамы всплыло в шутку, говорит один из активистов, пожелавший сохранить анонимность. Мы поняли, что нам надоело голосовать против всех, вместо того, чтобы поддержать кандидата в президенты, в которого мы верим. Так на стол легла карта с Обамой. Сначала мы посмеялись, потом решили, что надо реально бросить вызов всему, что нам не нравится. Лозунг Обамы «Yes, we can» – да, мы можем, по мнению организаторов кампании, столь же актуален для Франции, как в свое время для Соединенных Штатов. Друзья заказали 500 плакатов «Обама-2017» и расклеили их в Париже. Они надеются, что новое лицо встряхнет французов. Сначала это кажется абсурдом, но когда уляжется первое впечатление, кто-то может задуматься, что в этом нет ничего невозможного. Активисты запустили в интернете петицию с тегом «Обама-2017». Они рассчитывают набрать 1 миллион подписей к 15 марта, чтобы убедить бывшего президента США вступить в предвыборную гонку во Франции. Парижанин Алексис за Обаму. Это верно, что Обама всех заставил мечтать в течение тех 8 лет, что он был у власти. Мы мучительно ищем человека, хоть с долей его харизмы, кто мог бы стать главой Франции. Уже удалось собрать 40 тысяч подписей. Организаторы кампании получают письма из Соединенных Штатов, отправители которых готовы переехать во Францию, если Обама согласится баллотироваться. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» m-z.tv и на наших страницах в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok